Как новая власть решает старые проблемы. Вот на примере истории Румии Абрамовой мы узнаем, как сегодня правоохранительная система работает над теми проблемами, которые всегда в этих структурах существовали. И также узнаем об опыте общения с новыми высокопоставленными должностными лицами, в частности МВД и прокуратуры Запорожской области, по решению ваших конкретных проблем. У нас в гостях Румия Абрамова и история о злополучном кредите, сын, напомните, как Артем, и Дмитрий Мастро, это адвокат Румии, который защищает ее интересы сегодня. Ну что, вам тогда слово, прошу вас. Моя квартира двухкомнатная, которая находится в 9-этажном доме, по-космическое, была заложена в кредите. Ее продавала я после того, как начался кризис. Я ее сама выставила на продажу, поставила банку известность об этом, и продавала ее сама. Приходили люди, смотрели. И однажды, это был октябрь 2012 года, ко мне вечером позвонили в дверь и сказали, что моя квартира продана. Как выяснилось, я, соответственно, пошла в исполнительную службу. Выяснить мне, правда, сказали, не ходите, мы все вопросы решим и без вашего присутствия, но я все-таки сходила. Да, квартиру продали без моего ведома. Я не получала. Оказывается, прошел, уже было заседание суда заочное. Мы не получали повестки на нее, на этот суд. Товарищ, который ко мне пришел и сказал, что квартира продана, Олег Кусатенко, он сразу сказал, что это его десятый объект, который он продает таким способом, и денег, и связей с ним бороться у меня просто на всего не хватит. Олег Кусатенко – это представитель исполнительной службы или кто? Олег Кусатенко – это тот человек, который постоянно приходил ко мне в дом, он ссылал СМС с угрозами сыну на телефон, который, так сказать, через подставное лицо купил квартиру, которую до сих пор не могут найти, само это лицо подставное. Ну, как выяснилось, когда первую жалобу в прокуратуру, я сразу же на следующий день ушла жалоба в прокуратуру. Он опять явился ко мне в дом, начал возмущаться. Вот, и угрозы. Я так поняла, что он тесно связан с исполнительной службой, с милицией, потому что дело не расследовалось вообще. То есть его просто не расследовали. Какая квартира была продана? Продана она была в августе 2012 года. Прокуратура пыталась возобновить вроде бы дело, и сразу его возобновили. А, его не возобновили, ну, не начали, а написали, что нарушений нет в течение месяца быстро. И закрыли это дело. Потом все мои, писала я в Киев, обращалась к депутатам. Дело возобновили от 17.06. Его возобновили в 2013 году. И в этом же году, в декабре месяце, следователь, то есть меня уже выселили, я ходила. Следователь Коммунаровского РОВД Лихачев говорил, я работаю, следствие идет. Вот вы ходите, вы нам только мешаете. И в конце концов, уже когда меня выселили, 5 декабря, мне сказали, мне просто некогда заниматься вашим делом. 5 декабря 2013 года. Квартиру вы покинули, да? Нет, покинула я квартиру 29 ноября. 29 ноября я покинула квартиру, потому что они, ну, сказали выселиться. И я выселилась. Приехали выселять меня люди, спортивные такие, 7 человек, вот, вместе с инспектором и 2 милиционера. То, что исполнительная служба имеет прямое отношение к продаже моей квартиры, незаконное. Не было проведена экспертная оценка, я независимая, я не получала писем. Как проходили прилюдные торги. Я была ни на одном суде до продажи квартиры. То есть, о том, что моя квартира продана, я узнала совсем случайно от посторонних лиц. И тут начались тяжбы, которые привели к тому, что последнее заседание суда было о том, что меня высели 28.08.2013 года. Сразу после этого решения суда меня вызвал инспектор, спросил, какие у меня есть, исследователь, простите, какие у меня есть там вопросы, чем я недовольна, вот, и все. Это уже при новой власти, когда сменились руководства, да, и МВД, и прокуратура. Нет, это при старой власти. А еще при старой. Да. А при новой власти, в принципе, не изменилось ничего. Почему? Потому что в феврале месяце, в феврале месяце, 10 февраля, было заведено криминальное производство по инспектору исполнительной службы Коммуноровского района. И также мне следователь Нефедов сказал, что заниматься мне этим делом некогда. И все дела передает городское управление внутренних дел. Так может быть, Коммуноровскому. Зачем тогда Коммуноровская милиция, если все дела, им некогда вести. Просто. Вы обращались к Кальковскому? Да, я обращалась к Кальковскому, я обращалась к Кишацкому. Я была на приеме у начальника следственного. Хотели это дело, конечно, они закрыть. Ну, помешали им закрыть это дело. Ну, была я в Кальковске, Кальковске в курсе, Кальковске в курсе этого дела. Он знает этого человека. Я вообще не понимаю, как может человек, который сам должен всем 5 миллионов гривен исполнительной службе, банку, Бусатенко, физическим лицам, государству должен больше 5 миллионов гривен, заплатив один раз при этом штраф 500 гривен и продолжает продавать чужие квартиры. Смотрите, Шацкий, Ольховский, прокуратура, МВД, они подтверждают, что были нарушения закона. Да, есть подтверждение Шацким. Ваших прав, да? Да, есть даже, что... Дальше, есть, подтверждают дальше. Действий никаких. Никому не предъявлено обвинение. Это все длится с 2012 года. То есть дело тормозится, я понимаю, что оно тормозится умышленно. Потому что если оно пойдет, дойдет до определенных, скажем так, до суда, то тогда будут задействованы чиновники и все остальные, кто имел к этому отношение, кто покрывал это, кто задействован в этой схеме. А схема эта работает. Сейчас в городском управлении внутренних дел, 7 криминальных таких дел, никому не предъявлено обвинение. Тоже квартиры, да? Тоже махинации с квартирами по наприлюдных торгах. С участием банков и исполнительных служб. Спасибо. Ну, теперь, наверное, мы выслушаем Дмитрия. Это адвокат. Кратненько расскажу, как бы, юридическую часть этой истории. В 2012 году квартиру, эту исполнительную службу, была реализована с публичных торгов. Изначально, когда она передавалась в кредит, оценочная стоимость квартиры была, когда Бранк ее брал в залог, составляла 318 тысяч гривен. Продана она была за 139 тысяч гривен. То есть, публичная торговля – 139 тысяч. Разница почти, вы сами видите, почти в три раза. То есть, двухкомнатная квартира на космосе, но, я думаю, всем понятно, что не может стоить, ну, почти чуть больше 15 тысяч долларов. Как уже говорила Румуния Руфа Атовна о том, что ее никто не удавлял с исполненной службы, о том, что квартира продана, что открытое исполненное производство, никаких писем она не получала. И более того, в то время находилась за территорией города Запорожье. Закон о кредитном производстве четко предусматривает, что исполнитель государственный при продаже имущества обязан провести экспертную оценку имущества. При этом обязан сторонам исполнительного производства, в том числе непосредственно должнику, направить копию этого оценочной стоимости. Для чего? Для того, чтобы мог должник ее воспортить, не согласен с ценой. Ничего этого сделано не было. То есть, фактически была продана квартира с людьми, которые об этом ничего не было известно о продаже. В 2012 году по заявлению Абрамовой Коммунаровским райотделом милиции было открыто уголовное производство по статье 190, это мошенничество. И по следующий день уже полтора года это расследуется. Сначала он расследовался в Коммунаровском райотделе. Потом, после многочисленных ее жалоб, были подтверждены факты, что действительно досудебное следствие проводится неодлежащим образом, фактически не расследуется. Было передано это дело в городское управление внутренних дел, где сейчас снова такие расследуются. Также зимой, по заявлению уже 2014 года, непосредственно Абрамовой, было открыто уголовное производство в отношении должностных лиц Коммунаровской государственной исполнительной службы, именно по статье «Злоподобие с служебным положением» 364. И тоже оно было передано Коммунаровским райотделам милиции Запорожское городское управление. Что больше всего поражает, что полтора года прошло, дела расследуются. За это время квартира уже с подставного лица, которым был первый раз продан в исполнительной службе, передана уже другому лицу, продана. Тут Румуниев Фат нагрел о том, что есть был человек, такой гражданин, Олег, который активно принимал участие в продаже квартиры, какой-то имел в этом интерес. Так вот, по официальному ответу прокуратуры Запорожской области, данный гражданин, данный гражданин, должен 5 миллионов гривен, и при этом сам, как бы, активно принять участие в каких-то продажах квартиры совместно с исполнительной службой. То есть прокуратуре, это знаете, есть письмо прокурора областей Шацкого, в котором четко написано, так же сонно, что на выполнении у отдела Державного указчика службы начиная с 2016 года перебывается в выполнении прокуратуре Простяна Зусатенко ОС за боргонство на загальную сумму понад 5 миллионов гривен на користь физических та юридичных осіб банковской установки державы. С часу открытия первого проведения фактически выполнен лише один выполненный документ Простяна 510 гривен штрафу. Жодное звъявлено нерухомо-верхомо майна боржны казм и той задоволой вымог стягучи а в теперешний час Державный указчика не реализовано. То есть о чем это говорит? Что в этой Шацкенке есть какое-то имущество, оно арестовано, но с 2010 года никто его не продает, человек должен 5 миллионов и дальше совместно уже забирает имущество других людей, принимает активное участие. То есть, как понимаю, с этого ответа следует, что этот гражданин довольно-таки известен нашим правильным органам, в том числе и государственной исполнительной службе. Также по жалобам непосредственно уже Абрамовой нашли факты подтверждения надлежащего расследования уголовного дела, как подтвердила прокуратура Запорожской области, так подтвердила и главное следственное управление ВД Украины, а именно, то есть было указано, что за результатами проверки подтвердилась полностью информация в части надлежащего осуществления досудебного расследования. То есть, если он подтвердил, что следователь надлежащим образом расследует уголовное дело. Но что в этой ситуации поражает? Это ответы уже в мае 2014 года. То есть, власть поменялась, вроде как пришли новые люди. Если брать главное следственное управление МВД Украины, то они пишут, что за результатами этих жалоб заявителя руководством следственного управления нашего Запорожского МВД Украины были данные поручения по расследованию этого дела следственному управлению Коммунаровского райотдела милиции. Хотя уже, это ответ МВД Украины в мае месяце, с января месяце уже в Коммунаровском райотделе этого дела нет. Оно находится уже на расследовании главного городского управления внутренних дел. То есть, фактически, или там в Киеве не знают, где вообще это дело, или там никто реально не проверял. Потому что, как можно давать ответ о том, что какие-то указания даны Коммунаровскому райотделу, там уже дела этого нет. Также то же самое подтверждает и прокуратура Запорожской области в лице прокурора области. Четко указывает, что отрывает расследование, что да, действительно, были затягивания этого расследования. Но при этом, при этом, ни один следователь, который фактически затягивал, реального, никакого дисциплинарного наказания не понес. Были раньше сообщения о том, что там какой-то выговор кому-то объявили. Но реально эти люди как работали, так в милиции работают. Никто их не уволил, реально не наказал. Поэтому это, как бы таким образом, каждый из них, кто дальше расследует, понимает, что наказание то, что ничего не делает, никакого не будет. Да, есть факт, фактически МВД проконстатировал факт, что есть нарушение. И все. На этом все закончилось. Передали другому, который сейчас тоже что-то делает, как бы. Я думаю, всем известно, что если дело не кает расследовать, то его начинают куда-то передавать. Все такая практика. Один порасследовал, когда уже начинаются массовые жалобы, и как бы наказали, передали другому следователю, третьему. И так как бы процесс идет, бюрократически. А реально дело не расследует. На сегодняшний день по этому факту не предъявлено подозрения ни одному фигуранту, как таковых даже, я так понимаю, их и нет. Ни одному даже нет. Оба дела, касаемые непосредственно фактом мошенничества с квартирой, расследуются, но перспективы пока их не видно. То же самое касается дела в отношении должных лиц коммунаровского отдела государственной исполнительной службы. Вот такая вот ситуация. То есть, по сути, пока мы получаем документы, которые констатируют факты, что да, имеют место нарушения, да, они как бы устранены, дело будет расследовано, но фактически ничего. А фактически пока ничего. Где вы сейчас живете? Я живу у подруги. То есть, меня выселили. Артем. Артем живет у папы. Вот так вот. По сути, сын потерял жилье. Точно так же, как и я просто. Наследство, да? Да. У подруги. Мы остались полностью без жилья. Нас выселили 29 ноября. Это уже было, когда первые морозы. Это холодно уже? Да. Мы с ним первую ночь ночевали на вокзале. На вокзале. При этом Артем, он совладелец квартиры. То есть, половина квартиры по документу дала ему. Его тоже никто не... Емущественные права Артема нарушены? Точно так же нарушены. Ему никто не уведомлял о том, что квартира там продается. Так же самое, он, говорит, не получал никаких писем со исполнительной службы, об открытии исполнительного производства, о продажах. Никто ничего не сообщал. Хотя, говорит, что подписи на его уведомлениях стоят. Письма были, но там уже были подделаны подписи, как будто я их получал. А на самом деле у нас их не было. То есть, эти письма вы увидели потом? Да, и моя подпись стоит на уведомлении. Вроде бы моя, но это не моя подпись. Мы получали уведомления. А какая-то экспертиза этих подпись не проводилась еще? Надеемся, будет это делаться. Но это милиция должна проводить. Правильно? Это было, их компенсации. Надо было проводить еще после первой жалобы, которую мы подали в прокуратуру, где было написано, что, где указывалось, что, во-первых, как проводились прилюдные торги, что была статья, то есть, объявление о том, что моя квартира продается, как потом выяснилось, оказывается, дали только в Мелитополе, в областной газете не было такого объявления, что является нарушением явным. Какая структура вела торги? Что это за фирма? Элит-сервис. Что вы не знаете об этой фирме? Элит-сервис. Я знаю, что в моей квартире, потом, как я поняла из документов, что квартиру продали в августе, но передали на хранение элит-сервису в январе, а тот, кто будет торговать квартирой, допустим, моей, должно было быть известно только в мае, кто выиграет. То есть, они уже заранее знали, что будет продавать элит-сервис. Вот, они приходили ко мне уже с представителем элит-сервис, акт у них такой, акт есть такой, что они были у меня в квартире, сделали опись этой квартиры с понятыми, где написано, что имеется имущество, кухонная утварь и два стула. Есть подписи понятых. Хотя, ваша мебель там осталась, да? Нет, это акт, в котором они указывают, что вроде бы они были в моей квартире, описывали имущество, вот, а в квартире они в моей не были, ни разу, нет. Вот, и выписывали меня тоже с квартиры, интересно, то есть, Трифонова, отдала мои, это инспектор исполнительной службы, отдала документы, Коммунаровская района, отдала мои документы этому Олегу Усатенко, который не имеет никакого отношения ни к моей квартире, ну, никто, скажем так, с улицы человек, она отдает ему документы и он с моими документами едет в паспортный стол и меня выписывает. То есть, ну, я правильно понимаю, вы сейчас утверждаете, что это схема. Да, это схема, а это никто и не скрывал, этот Олег Усатенко сам сказал, это мой бизнес, это десятые объекты, которые покупают таким способом, что у меня везде связи, вряд ли вам удастся со мной так потягаться, как вот, так что даже и не думайте. Несмотря на это, вот новые высокопоставленные должностные лица правоохранительных органов знают. Они знают, правоохранительные органы знают все его деяния, в курсе его деяний, и кому-то выгодно, чтобы это дело не дошло, как-то, ну, не расследовалось. хотя, что-то, конечно, должное прокурор Запорожской области Шацкому, который в своем ответе четко указал, что прокуратура область все-таки заинтересовалась этим гражданином, и в плане, почему-то в 2010-го года вот эти 5 миллионов исполнительная служба с него так и не взыскивается. То есть прокуратура, судя с ответа, проводит проверку по вот этим всеми его исполнительными листами, почему с 2010-го года он... А когда будет ответ по этой проверке? Судя с ответа, который пришел к нам последний ответ 15-го мая, я думаю, что будет позже поведомлено про наследки проверки уже непосредственно Державной Воконавчей Службы касаемо гражданина там Усатенко и взыскания с ним удалований. По закону обычно сколько отводится? Ну, я думаю, в течение месяца какой-то ответ придет. Ну, сам факт, что надо должен все-таки заинтересовать. Если раньше этого гражданиного вообще никто не видел и не интересовался ним никто, то сейчас как бы начало органы интересоваться, что же это за гражданин такой, который должен сам всем и при этом везде что-то продает, якобы. Участвует в таких сделках? Ну, это... То есть я могу дать этот ответ официальный. Тут очень довольно-таки хорошо расписаны вот ответы, то есть полностью подтверждает, что... Эта схема работает и вот она... как бы... Эта схема это только семь дел, которые сейчас вот есть в городском управлении внутренних дел, да? А есть те, которые не подавали или не... ну, опустили руки. После выпуска в надзвучайных новынах ко мне люди звонили вот и рассказывали, что и у нас, и у меня сын, мой сын бросил бороться. Ну, вот рассказывали люди. Как сказал Курочкин, начальник следственного управления внутренних дел нашего запорожского, он сказал, да что такое надзвучайные новыны. То есть я сделала вывод, что они, наши правоохранительные органы в Запорожье не боятся ничего. Они говорят, пишите куда угодно. Вот вы написали в генеральную прокуратуру, но все равно вернется к нам и мы будем решать, что делать. то есть они ничего не изменилось. Сустите, как было раньше, что человек жаловался в Киев, а по итогу ответ давался в Запорожье. Человек пишет генеральную прокуратуру, генеральная прокуратура пересылает в областную прокуратуру, областная прокуратура в городскую и в итоге отвечает районный прокурор или вообще зам районного прокурора. То же самое в милиции. Человек пишет министру МВД, министру МВД Министерство МВД Пересылает сюда главное следственное управление В лучшем случае дается на уровне главное следственное управление Или же вообще отвечает Опять же райотдел, куда жаловать То есть по сути на кого жалуется, тот как бы и отвечает То есть очень редкие случаи Когда непосредственно это почти единичные случаи Когда непосредственно это какие-то проверки проводятся силами Центрального аппарата генпрокуратуры Или Центрального аппарата Министерства внутренних дел Таких почти нету, всегда это отправится на места И всегда это на местах Отдаются ответы Дмитрий, вот вы как адвокат, практикующий профессионал, сегодня кроме дела Румии Абрамовой, у вас же еще на рассмотрении много клиентов, да? Тоже наблюдается вот такая тенденция, что все по-старому. Ну сейчас сложно сказать, какие-то есть подвижки, по крайней мере по линии прокуратуры начинаются какие-то. По линии милиции, ну по сути ничего не изменилось. То есть следователи, которые работали год назад, они все сейчас на местах работают и дальше. То есть на уровне вот именно того, непосредственно исполнителей, ничего не поменялось. А исполнители, поскольку у нас все же прекрасно понимают, что следователи это самостоятельное процессуальное лицо, которое принимает решение, они все остались. Можно так сказать, что жить начали по-новому, а привычки остались со старыми. Поэтому, к сожалению, если не будет кардинальной реформы системы внутренних дел, на что-то надеяться. Да, то есть никакие иллюстрации, я думаю, не помогут. Должны быть кардинальные изменения именно системы. То есть люди, которые принимают решение, должны нести ответственность. Прежде всего понимать, что они отвечают за какие-то свои действия или бездействия. У нас этой системы нет. Все прекрасно знают, что я скучил уже решение Европейского суда о том, что там какие-то должные лица принимали незаконные решения. И что? Платит государство Украина. Не платят те следователи, судьи, прокуроры, которые принимают незаконные решения. Платят бюджет Украины, платят обычные рядовые налогоплательщики. И это плохо. То есть я, моя позиция как адвоката, юрист такая, что ПТО должны платить государство Украина, но потом должны взыскать с виновных лиц. То есть все виновные лица, которые причастны к этим незаконным решениям, должны в перечне их определяться и с них эти суммы взыскиваться. Вот тогда, возможно, каждый, кто принимает решение, будет думать об ответственности. Ну иначе, я думаю, мало что изменится. А еще вот, как могут быть изменения в правовой системе, если следователи знают фамилию людей, которые принимают активное участие в этих схемах и ничего не делают против них? То есть о каком может быть изменении в правовой системе идти речь? Коллеги, вопрос. Скажите, пожалуйста, Вы упомянули, что Вам обращались не раз уже люди, которые стали жертвами такой же схемы. Возможно, Вы думали о том, чтобы как-то скоординироваться вместе, совместными усилиями решить этот вопрос. Вот, например, как вкладчики-константы. Они пробивают двери вот эти вот все вместе, на ходе такие, да, до Верховной Рады. Мы ходим сообща, мы были, мы ходили сообща, да, мы связывались друг с другом, мы ходили, вот, падалка Людмила, мы вдвоем ходили к ней, и в управление внутренних дел, у нее вообще с двумя детьми малолетними продали квартиру, и предложили жить в подвале, понимаете? И ничего, и там тоже никому не собираются предъявлять обвинения. Орга спрашивает, вы просто ходили, а речь идет о создании некой организации. Да, совместной организации. Движения такого там уже. То есть кто-то будет стоять во главе и постоянно... Люди, которых лишили собственности через подобные схемы. Нет, об этом мы не думали, но то, что мы всегда поддерживаем друг с другом связь, вот информация, постоянно друг друга держим в курсе. Какие-то, может быть, общественные организации еще обращались? Может, международного? Нет, я не знаю. Если честно, я даже не знаю таких организаций. Ну, это только начало борьбы, да? Нет, борьба у меня началась в 2012 году, а вот эти все мои хождения... А теперь начинается уже такая активная фаза. То есть речь идет о фонаристских расследованиях, да? Ну, да. Первый репортаж на «Звучайных новинок» был 9 сентября 2013 года. Второй был 16 декабря этого же года и 21 декабря. Милиция как отреагировала? Никак. Они говорят, мы... Как мне сказали в коммунарах, они сюда приходят почти каждый день. Мы к ним уже привыкли. То есть само... Они считают, что вседозволенность... Вот это просто вседозволенность, и они знают, что они останутся безнаказанными. Вот. Поэтому они так себя вольготно чувствуют. Они знают, что там как-то где-то они договорятся, и за них все быстренько порешают. С главой областного вывода Виктора Марковского была у вас личная встреча? И не раз. Итог? Итог никакой. Он сказал, что я не могу контролировать и как-то вот влиять на это дело и контролировать его. Они обращаются ко мне, если им надо там машина, бензин, такой он. Как завгар. Это он про райотдел или про исполнительное? Нет, это про свое следственное дело, он сказал. А, про городское, да? Да. Не про городское, а про областное. А, про областное следственное управление, да? Если там, допустим, Порожницкий пытается что-то сделать, не знаю, как там, следователь в городском управлении. Так, пытается что-то там делать, но... Небостаточно. Это делается... Кто сейчас в вашей квартире проживает? Вам известны? Да, ее перепродали, эту квартиру. Если 29 ноября меня выселили, то 10-го ее уже продали. Продали ее за 149 тысяч гривен. Вот, оценка... Независимая оценка, кстати, была. Если эта квартира на тот момент стоила не ниже 40 тысяч долларов, оценщик ФОП Банько МП оценил 149 тысяч 500 гривен. При этом, я считаю, что это просто-навсего, ну, служебное преступление. Вот, а человек, который купил эту квартиру, утаил налоги от государства. И когда у нас, когда мы перестанем, ну, не так кажется, воровать деньги у государства, это перестанет быть модным, мы, может быть, тогда будем жить лучше. А так у нас каждый ворует, где можно. И что самое интересное, вот на то, что была так оценена квартира, милиция считает, что это лирика. То есть, одним словом, никому ничего не надо. Я вот и говорю так, как есть. Никому ничего не надо. У нас милиция защищает чиновников от народа, а не народ от преступленных чиновников. Вот так, одним словом. Скажите, пожалуйста, вы квартиру у вас обвисали, ну, то есть, забрали якобы за долг по кредиту? Да. Вы не просили кредит, да? Да. А на тот момент, когда вот это все случилось, когда вашим сыноврем было? Он уже был с вашим малолетним. А какой был кредит, в каком банке и кто его брал? Кредит брал мой муж, банк, кредит, промбанк. Кредит был до 2022 года. На тот момент квартира была оценена в 40 тысяч долларов, продали ее за 139 тысяч 500. Моя цена, мой долг перед банком был 130 тысяч гривен. всего лишь 130, да? Да. По своему ли продать и в три раза по годам. А сколько вы не гасили, ну, то есть, по времени? С 2010 года, то есть, я гасила долг он до последнего, сколько вот, ну, до последнего, до глубокого кризиса. После того, как он, я отказалась подписать генеральную доверенность банку на квартиру и увидела, что там без моего ведома была повышена процентная ставка с 13,9 до 22. Вот, я подала в суд, суд состоялся 13 сентября 2013 года, а в августе квартиру быстро продали. То есть, каникулы вам не давали? Нет, мы даже не знали, что у нас повышена процентная ставка. Вы говорите, до кризиса были ли какие-то у вас там, супруг ваш лишился работы или что, вот его уволили, сократили? По что кредит брался? Кредит брался под бизнес. Вот, у него был магазин на Гагарина, возле УВД. Вот, и так как там вокруг живут пенсионеры и работники наших крупных промышленных предприятий, и в это время как раз перестало, люди массово начали сокращаться, там многоалюминиевый завод, ферросплавный, вот, людям просто нечем было, обратили постепенно, мы вот, то есть, получается, мы исправно платили из месяца в месяц по проценты, а потом мы обращались в банк неоднократно. То есть, получилось так, что банк поставил такие условия, очередной транш отказался дать, а так получилось, что мы проработали последнее, все отдали под проценты и больше закрылись, больше нечем было платить, просто нечем. Хотя вы могли же продать квартиру, да? А я продаю, она выставлена была на продажу, через газету «Привоз», она официально была выставлена на продажу, ко мне приходили люди, я банк поставила в известность, что квартира, что я продаю квартиру, чтобы погасить свой долг. Вот, после этого меня попросили написать генеральную доверенность, конечно, я такую доверенность писать не стала. Ну, а потом пришел этот Олег и сказал, что уже нет квартиры. Все. Калинин, вопросы? Может, они попросили? Все, понятно? А есть, в том, что пропустил генеральную доверенность на что? Генеральную доверенность банк попросил от меня для того, чтобы у них была возможность продать самим мою квартиру. Вот как? То есть, такая практика есть. Банки иногда просят генеральную доверенность, сами ищут покупателя, продают, то есть, ускоряют эти процессы. Я думаю, у нас же всем известна ситуация с банками. Когда сейчас масса банков долги перепродают один банк другого перепродает, потом коллекторской фирме перепродают, то есть, в итоге, человек брал в одном банке, может уже пройти цепочка 2-3 банка и коллекторская фирма, которая уже купила эту квартиру, ну, то есть, сейчас это массово. Человек начинает с этой ситуацией непонятной. То есть, по сути, банк заинтересован, банку все равно столько продать, им главное – получить своих. А вот Вы, как говорили, как оцениваете действия банка по отношению? Они подняли ставку, не пошли на встречу по поводу каникул, не дали отстрочку, передали дело сразу? Ну, если брать с позицию банка, то понятно, это право банка – давать отстрочку, не давать. Да, если брать процентную ставку, то опять должно все это согласовываться было с заемщика, как бы уведомляться надлежащим образом. Ну, другое дело, что, если коль уже обратились банк в суд, есть решение сюда, там исполнитель службы продает, то задача исполнитель службы – реализовать это по рыночной цене. По рыночной цене. Максимально. Максимально, да. И поэтому закон четко требует, чтобы исполнитель службы сообщала о цене продажи должнику. Потому что всегда было право должника обжаловать эту цену продажи. Потому что каждый человек должен, прежде всего, согласиться с ценой, а не так, чтобы продали. Понятно, что банка устраивает. Банк получил свои деньги, а сколько продали, там квартиру ему неинтересно. Главное, чтобы ему хватило этой суммы продажи для повышения долларов. Тут вопросы все к исполнительной службе, насколько их действия были объективные, законные и прозрачные. Но я думаю, это уже будет ответ давать, должны дать наши прорывные органы в рамках уголовного дела. Ну что, можно эту встречу считать официальным обращением? Да, я хотела бы обратиться. Органы УВД, органы прокуратуры. Органы прокуратуры и органы УВД, что хоть поменялась власть, не поменялась власть, в любом случае, вы стоите на страже обычных людей. Я вас прошу, почему я должна сынов жить на улице в угоду чиновникам, в угоду тем, кто занимает, кто просто вы уж, если считаетесь стражами, то, пожалуйста, соблюдайте честь свою, в крайней мере. Если бы квартира была продана по рыночной цене, мне должны были бы вернуть, то есть я бы отдала 130 тысяч гривен банку, а остальные я бы еще себе купила квартиру. Дело в том, что, смотрите, там по закону еще есть услуги торгующей организации, которая себе берет процент. Плюс 10% это исполнительный сбор, то есть с этой суммой еще берет процент соисполнительная служба. И в итоге, как бы, обычно, очень редко, почти единичные случаи, когда что-то остается должнику исполнительной службы, говорит, вот смотрите, от продажи остаются денежки, возьмите, мы его... Обычно это все по нулям. Чаще всего по банкам, вот такая ситуация, что продали имущество, и человек еще остается должен. То есть нету не имущества, а не долги. Вот до того продаются. Потому что фактически наложника лежит оплата и исполнительной службы, и торгующей организации, и этих всех экспертных заключений.